Провели прямые, параллельно медианы. Возникшие вот эти две точки соединили отрезок. Докажите, что отрезок медианами разбит на три равные части. Несложная, но очень симпатичная задачка диаметра. Можно еще раз повторить? Взяли любой треугольник. В нем нарисовали медиану из двух вершин. Что такое медиана, помните? Это соединяется с серединами. Взяли между вершинами, из которых медиана провели, точку произвольную. Ну, провели параллельно медиану. Вот эти пунктирные отрезки проходят параллельно медиану. А вот, ну, которая, такая, которая линия, на которой отрезан отрезок, на котором отрезан не отрезан. Давайте я введу буквы, тогда будет легче говорить. Берем треугольник АПЦ, медиана АХ и медиана ВИ. Берем произвольную точку В, здесь две точки Л и Х. Ну, вот известно, что отрезок В, Х параллелен отрезку А и Х. И отрезок В, Н параллелен отрезку В, Н. Просит доказать, что вот эти вот точки делят отрезок В, Х на равные части. Ну, все понятно. Нет, я не ежусь, понятно, как решать, но все же здесь, не пойми, понятно. Будете двигать точку, оказывается, отрезок будет как-то поворачиваться, но все время будет разделен на три равные части. Вы здесь лучше смотрите, можно считать, что наш треугольник равнобедренный? Можно, но в данном случае все не беспорядны. Трапеция А, Y, X, B. А, Y, X, B. Господа, давайте я напомню, каким образом эта задача у нас один раз уже звучала. Там было вот как нарисовано. Не было треугольника, но была трапеция. Вы сейчас увидите. В принципе, диаметрии очень часто так бывает, когда чуть-чуть картинку меняют, и уже с первого взгляда задачу не опозначим. Итак, представьте себе, что есть пренесвольная трапеция А, где же по значению не совпадали, Y, X, B. И взяты точки таким образом, взяты точки А и К, что А, А, А относятся к Л, Y так же, как X, К относятся к К, В. Покажите, что если мы проведем отрезок ЛК и проведем диагонали, то они разделят его на равные части. Ну, у меня здесь не очень училась, что называется, романа, поэтому получил новый, так сказать, чертеж кривой, но... Я не понял. Да. А важно, чтобы в автоматах вашей формулировке, чтобы Y и X, это именно диагноз? Нет, совершенно не важно. Совершенно не важно. Совершенно не важно. Важно, что и X, Y параллельно А, В. Так, давайте обсудим, а почему эти отношения? А, L, Y, это вообще что такое? А, L, Y. Да уж просто. Здесь же провели параллельно. А, L, Y, это то же самое, что А, В, К, В. А, В, К, В. Хорошо. А, X, К, К, В. X, К, К, В. Тоже быть, я не формирую, если это А, В, К, В. Да, все, отлично. Отлично. Это та самая задача. Более того, господа, даже в этой задаче дополнительное построение сделано. Что еще у вас? Да, на самом деле проще. Вспомните, что еще мы там сделали. Для того, чтобы получить понятную картинку. Да, мы еще что-то рисовали. Вот кроме точки П, мы еще что-то делали. На шкул С. Не помните? На шкул С? Нет. На где? Может быть, на другом основании. На другом основании. А они что вы делали за другом основании? А, получается, ЛС. Мы проводили параллельно. Мы проводили вот здесь, вот параллельно. И говорили, что отношение вот этих отрезков равно отношению этих. Но поскольку равно и отношению этих, то на самом деле здесь будет вот так. Вот это параллелограмма. П, Л, давайте поставлю точку. К, Л, К, это параллелограмма. Ну, а вот дальше уже сейчас смотрите. Вспоминайте. Да. Дальше у нас это было. Не знаю, нет, это очень нравится. Кстати, то, что вы ее не вспомнили сами, ничего плохого не означает. Нормально, что люди забывают. Ребята, это хорошо. Конечно. Склероз одна из лучших болезней. Каждый день новая жена, новые дети, новая квартира. Каждый день все новое. Новые ощущения, новые новости. Все новое. Все интересное. Но, может, в день не надо себе в основу выразить? Конечно. Давайте. А, Р равно А, П и Р равно И, С, К. Нет, какое это? Вот тут речь идет о точках, которыми разделен отрезок Л, К. Но, Александр, смотрите, у вас отрезок К в некотором отношении. Да, конечно. Это отношение такое, что К делить на П. Я хочу сказать, что отношение этого отрезка к этому равно отношению Э. Да. Это правда. И что? Ну, смотрите, И равно, обозначим точку пересечения А, Х и У, Б Н, Х с точкой Н. Ну, да. Тогда смотрите, А, К, Х и А, Х с точкой Н. Пожалуйста. Что? К, Х, К, Х и А, Х с точкой Н. К, Х и А, Х с точкой Н. Тогда смотрите, отношение, точку пересечения А, Х и Л, К делят АЛЛК, Т, 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 Т. Т, Т можно. Смотрите, Л, Т относится к ТК. Ну так, Л, Т, Т, К. Точно так же, как К, Н, К, Н, К. Да. К, Н, К, Н, К. Точно так же, как У, М, К, М, Б. Точно так же, как У, М, К, М, Б. В задаче про треугольник это равно 1 к 2. По свойству идея. У, М, К, М, Б, по свойству идея, это действительно 1 к 2. Ну, хорошо, если в абстрактном случае, когда я просто ответил, можно продолжить, перейти на диагональ Х, А и написать то же самое. Так. Получить, что Н, К, Р, Н, К. То есть, к М, Б, так же, как Х, М, К, М, А. Да. А это? Х, М, К, М, А. Это то же самое, что К, точка на Л, К. У, С, К. С, Л. Да. Ну и точка, вторая точка пересечения отрезка Л, К. Дэш 3. Точно так? В. В. Это К, С, К, С, Л. Это то же самое, что К, В. К, В, Л. Отлично. Доказал, что ЛТ равно ВК. Да, в общем случае там есть. ЛТ равно ВК. В общем случае, вовсе не обязательно на три равные части. В общем случае, любой трапеции, вот крайние отрезки, ЛТ и ВК равны. А в случае, если медианы, они просто все равны между собой. Так, ребята, сейчас поле это заново все объяснить. Пожалуйста, попытайтесь понять. Для того, чтобы обозначения были изнатны, это точка Т, это точка В, здесь это же У, С, Н и М. Обозначения точно такие же, как в точке СЖ, но только добавят точку С. Первое. Из-за того, что АХ параллельно ВК и ЛК, отношение отрезков ЛТ к ТК равно отношению КУЛ к НК. Так? Подобие треугольников называется. Они отличаются в столько раз. Дальше. Из-за подобия треугольников У ХК и УХВ вверх второй равенства. Так? Да, конечно. Вверх второй равенства. Отношение УМ к НБ задачи треугольников НВ равно 1 к 2, отношение 1 к 2, по свойствам идея. Есть теорема такая, медиана. 1 к 2, 1 к 2. Значит, ЛТ это 1 на треть от ЛК. Ну и аналогично с другой стороны. Здесь 1 на треть, значит здесь 1 на треть. А почему А, Б, С, И, К, Ю, И, Х, О? Почему? Ну, по постоянной точке. Нет, потому что провели параллельно. Да, а если углы равны? А если углы равны? Ну вот. Спасибо, Коля, отлично. Так, есть вопросы? Правда поняли? Отличное. Отличное. Что? Равенство поняли? Нет, цепочка длинная, там не каждый ее сам придумает, это все понятно. Но лишь когда решение рассказали, вы же разбрались, правда? Что? А все понятно. Продолжение следует...